В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня генеральный директор компании «Красная площадь» Беречевский Сергей. Здравствуйте, Сергей Николаевич! Расскажите, пожалуйста, вначале о своей организации, о своей фирме. Чем вы занимаетесь? Ну, чем мы занимаемся, наш рязанский рынок и рязанские потребители уже знают очень давно. В первую очередь, это компания, которая проектирует, строит и комплектует объекты разного уровня и сложности. И занимаемся мы этим уже почти 18 лет. 18 лет – это достойный срок работы. Расскажите, пожалуйста, какие достижения, может быть, основные за прошлый год произошли в вашей компании, изменения? Да, вы правы. 18 лет – это огромный временной промежуток, который позволил нам и нашим сотрудникам, и мне лично вырасти в настоящих профессионалов. И мне очень приятно, что у нас есть такие сотрудники, такие кадры. Самое главное наше достижение – это опыт. Самое главное достижение – это наша экспертность, что, собственно говоря, мы и пытаемся преподнести, донести до наших потенциальных клиентов. Экспертность позволяет на сегодняшний день построить красиво, хорошо, надежно и, самое главное, в требуемый заданным бюджетом. То есть не создавать сверхдорогие объекты, не тратить средства на то, что не нужно в реальной жизни человеку. И вот именно такой длительный промежуток времени работы позволил нам сформировать вот ту формулу работы и строительства частного дома, которая позволит человеку получить удовлетворительный, положительный, хороший результат. Вот. Результат на отлично, да, который будет, в общем-то, вписываться в современную архитектуру, вписываться в требования времени, да, что немаловажно. Потому что даже за эти вот достаточно большой промежуток времени мы видим, как меняются тенденции, да. Мы являемся участниками этих изменений. Вот. Поэтому, скажу так, одним словом, да, это опыт. Что значит участниками этих изменений, поясните? Ну, на нашем продолжительном пути мы формировали и задавали, скажем так, привозили, изучали те материалы, которые не применялись ранее. Или применялись очень давно. Или выпущены были какие-то новые продукты, новые конструктивы, новые технологии строительства. И мы, соответственно, так как являемся носителями этих идей, сначала их глубоко изучаем, через себя пропускаем, экспериментируем. И потом пытаемся внедрить это у себя в регионе, на рынке в целом. Вот. И это целые программы по использованию там тех же самых керамических блоков, да. В свое время мы были инициаторами применения их полномасштабно. И в частном многоэтажном домостроении. У нас на развитие этой программы ушло порядка пяти лет. Мы знаем про это все. Как строить, из чего строить, как неправильно строить, как правильно строить. То есть хотите получить правильное, грамотное, скажем так, экспертное мнение, приходите. Вот это очень интересно, что кроме строительных материалов вы представляете еще услуги. Что это за услуги? Да. Значит, услуги эти уже для нас, ну скажем так, не в новинку, да. И для наших потребителей мы только их расширяем. Ну, в первую очередь, сейчас вышли изменения в законодательстве с точки зрения частного домостроения. Это разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию. Раньше можно было все делать проще. То есть все юридические административные функции мы сейчас берем на себя. То есть тем клиентам, которые с нами начинают сотрудничать, мы избавляем их от бюрократических вопросов, да, от административных вопросов. Это первое. Второе, что немаловажно, это регистрация объекта, да, и запуск его по инженерным сетям. Это тоже требует сейчас определенной процедуры, которую мы клиенту проводим. Ну, и самое главное, да, мы проектируем. Мы полностью делаем все виды разделов в проекте. Мы делаем, понятно, что расчет материалов, комплектацию, и самое главное, качественное, грамотное строительство. То есть качественное строительство из качественных материалов. И, что немаловажно, наш клиент или заказчик может в самом начале пути определить конечную стоимость объекта, которая не изменится. То есть все изменения по стоимости объекта мы берем на себя. Все риски изменения стоимости проекта, да, в процессе реализации мы берем на себя. Но это требует от нас более детальной проработки и более детального согласования с заказчиком того, собственно говоря, что он хочет построить. И я считаю, что это очень европейский подход, очень современный подход, потому что мы видим, что люди обращаются в организации, которые сначала говорят, что это будет дешевле у них построить. А по факту, когда вы закончили стройку, взяли калькулятор, все сложили, разделили, оказалось дороже. Мы не меняем стоимость. Договорились, заключили договор, она неизменна. Вот вашу организацию считают экспертом в области строительных материалов в нашем регионе. Вот как вы этого достигли? Какие основные принципы, приоритеты в вашей работе? Про принципы. Мы не занимаемся материалом, на заводе которого мы не были. То есть если мы не знаем, как он произведен, если мы не видели, как он произведен, если мы не погрузились в технологию сырьевую, технологическую, логистическую, мы не предлагаем этого нашим потребителям. Плюс ко всему, у нас есть своя лаборатория, в которой мы испытываем, изучаем материалы не один, не два месяца, а в некоторых случаях годы. И мы можем сейчас сказать, что за 18 лет мы испытали огромное количество под воздействием атмосферных осадков и погоды, огромное количество тех или иных материалов, за которые мы даем сейчас гарантию. Это первое. Второе. Мы посещаем все конференции, выставки, форумы, которые связаны с архитектурой, со строительством, с городостроительством. То есть это разные города. Это и Крым сейчас, Севастополь, это и Казань, это Москва, Санкт-Петербург. Причем везде находишь всегда очень интересных людей, с которыми можно пообщаться, поделиться опытом, выступаем на них, проводим профильные семинары, профильные выставки. На всех этих семинарах я являюсь лектором, соответственно, веду факультативные занятия в институтах строительных для менеджеров по строительству, потому что реально управленческих кадров сейчас на стройке не хватает. Все это позволяет, в общем-то, сложить определенный пласт информации и пытаться его внедрять и применять, что, собственно говоря, мы уже очень много лет делаем. Вот наш принцип. Изучай. В этом году он недавно уступил. Чем будете радовать клиентов? Да, для нас 2017 год особенный. Мы в конце 2016 года приняли для себя, скажем так, вектор развития на ближайшие три года. И сейчас мы запустили, скажем так, слово открыли неправильно, запустили новый офис на улице Есенина в городе Рязани, который собрал в себя все наши достижения за последние 18 лет. То есть на предыдущей площадке мы это сделать не могли, у нас физически не хватало места. Сейчас мы принципиально увеличили площадь. Мы собрали все наши технические и дизайнерские службы в одно место, что, собственно говоря, сейчас позволит более мобильно управлять этим процессом. Ну, и это порядка 150 инсталляций готовых для наших потребителей. Такого, я могу сказать, нет ни в Рязани, ни в России. То есть это реально новинка, это реально новый формат, новый подход к работе с клиентом, который, во-первых, для самого клиента сильно упростит работу, сильно упростит выбор, из чего строить, как строить. Для строителей эта площадка интересна будет тем, что там показаны узлы в реальности, как они реализованы правильно с точки зрения и СНИПов, и рекомендаций производителей, и самое главное, опыта жизненного. Потому что очень часто в техническом альбоме одно решение, по жизни, по факту мы его немножко корректируем, потому что оно работает лучше. И вот мы весь этот опыт свой и наших строителей выразили и реализовали в этом новом офисе. Поэтому хотите построить хорошо, качественно и недорого, это сюда, однозначно. В ваш офис, наверное, будет интересно сходить и просто на экскурсию, даже тем, кто еще не собирается строить дом. Да, это, во-первых, и еще есть один очень интересный момент, там в марте будет открыт музей кирпича. То есть второй в России. Есть один у нас в России музей кирпича в Москве, здесь будет в Рязани второй. Пока небольшой, но тем не менее мы это сделаем. Вот вы рассказываете про керамические блоки, вот как вы их применяете? Ну, применение керамики в России уже идет с 93-го года. Бытует мнение, что недавно, на самом деле с 93-го года. Мы, соответственно, работаем все 18 лет с этим продуктом. И нам очень приятно, что рязанские застройщики многоэтажных домов, которые строят эконом-жилье, бюджетное жилье, применяют крупноформатный блок на многоэтажных домах. И нам очень приятно, что идею, которую мы продвинули для этого многоэтажного строительства, она исходила от нас. И очень приятно, что застройщики нас услышали и тем самым повысили свою социальную ответственность. Они более качественное жилье строят, а мы тем самым радуемся применению этого продукта. Поэтому область его применения сейчас уже многогранна. И в частном домостроении другого варианта просто не может быть. То есть если хотите хороший дом, это реально керамический блок. Потому что он проверил себя уже в больших домах, в несущих стенах. Поэтому одноэтажный, двухэтажный дом – это самая прочная конструкция и самая надежная конструкция, в которой очень комфортно проживать. Это очень важно. Спасибо вам большое за беседу. Мы желаем вам успеха в вашей работе. Телезрителям я напомню, что у нас в гостях сегодня был генеральный директор компании «Красная площадь» Сергей Беречевский. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова